рассчитывание логов на тех же параметрах которые мы задали для рассчитывания нам достаточно будет по идее воткнуть сканер опять в диагностический разъем оставить прежнюю карточку которая здесь была и подключить сканер к диагностическому разъему затем нажать кнопку картридера и долго удерживать ее пока не начнут бегать светодиоды по кругу включаем зажигание ну вот опять началось считывание логов по той же заданной карте которую вы сделали ранее то есть по идее у нас должно время увеличится выключим радиус чтобы не мешало то есть давайте посмотрим что у нас и как бы мы завели стартовали здесь у нас через 20 на 21 минуте генератор приказал долго жить итак у нас ребята получилось с вами сейчас три записи первая запись то есть загорелась лампочка аккумулятор следующая запись вторая не помню и третья запись не помню но начнем с первой записи загружаем с нашего прибора с картридера информацию и посмотрим что у нас там нарисовалась то есть нас интересует питание бортовой сети потом нас интересует как у нас надув а также нас интересует первичное давление дата нвд можно назвать его низким давлением кто кому как угодно как она влияет но на рабочем двигателе то есть все данные мы снимали на двигателе под нагрузкой и сейчас будем загружать эту информацию и пытаться в ней разобраться то здесь нету в этой программе такого что я могу значит скачать этот файл и записать отдельно и там рассматривать то есть я должен то есть я должен при считывании все время держать прибору под напряжением после того как я считаю эту информацию я могу его отключить и спокойно рассматривать что я сейчас и сделаю так что мы здесь видим ребята у нас сразу две галочки то есть галочки которые мы здесь поставим квадратики это будет показания на мониторе слишком много ставить не советую потому что начнутся тормоза ну вот так эта программа работает как бы я считаю что это отдельная программа в этой программе диагностики так что мы будем с вами смотреть некоторые графики видите у меня черном будут отображаться если я их все открою то у меня будет черной линии будет немножко плохо ориентироваться то есть нам надо сигнал оборотов сигнал скорости здесь непонятно что он показывает давать быстро посмотрим сейчас я нажимаю ok загружается сигнал скорости и если я чтобы было нажимаю тогда 8 километров в час такого не может быть здесь 4 километра в час ну возможно 12 километров в час такого не может быть поэтому здесь еще выходит информация где я могу вот здесь внизу смотреть что у меня здесь появляется поэтому это нам не подходит ребята и мы возвращаемся то есть нам это не нужно тогда возьмем обороты рамка давления мы не будем пока брать игр не будем брать сигнал оборотов напряжение батареи и измеренное давление надува давайте посмотрим количество впрыскиваемого топлива и желаемое давление надува это у нас будет измеренное давление надува и количество впрыска напряжение батареи сигнал оборотов то есть у нас будет раз два три четыре пять пять графиков по идее должно быть мы их можно наложить друг на дружку ждем то есть очень многие графики повторяют себя как бы потому что они снимаются с датчиков в принципе все работает по по теме по так бы такой теме что она количество впрыску то есть количество воздуха к количества впрыска и так далее что но и даже здесь разобрать трудно здесь мы что мы можем увидеть мы здесь можем увидеть что несколько черных линий у нас тогда мы сдвигаем этот график чтобы было видно нам все показания у нас их пять штук напряжение батареи и тогда мы можем двигаться вся запись значит у нас вся запись у нас заняла 44 минуты больше получаса ну давайте в начало сунемся то есть у нас измеренное давление надува здесь сейчас больше количество основного впрыскиваемого топлива 736 миллиметров кубе кстати вам маленький вопрос такой что же означает это 7 миллиметров кубе за цикл количество основного впрыскиваемого топлива 7 миллиметров кубе напишите про это пожалуйста своих комментариях под видео напряжение батареи у нас 14 7 количество оборотов 756 ну видно что автомобиль у нас заведен автомобиль у нас заведен и здесь у нас происходит как бы передов небольшой такое если так верить этим показаниям справа ну идем дальше идем дальше идем дальше скажем возьмем на каком-нибудь пике то есть и когда у нас максимальное количество топлива было при вы давайте посмотрим на желаемое давление надува у нас один девять пять шесть и измеренной то у нас получается не дадут а ну скажем им здесь у нас получается передов но настолько незначительно что на это не будем обращать внимание ну на этом бнв еще такое что несколько лет назад менялся картридж вообще стояла не то турбина турбина стоял на два с половиной потом поставили на троечку и такой свист начал сейчас уже появляться но не то что ну да вот свист такой которого раньше не наблюдалось интересно что же там или не хватает или у него масляное голодание или не или у нее значит где-то сифонит воздух или у нее что-то с геометрией но такие предположения это можно тоже легко будет посмотреть кое-чего залив мотор я имею ввиду в масло из тоже снять показаний тогда вы значит особо не лазя там по двигателю не искаете всякие дырки и туда-сюда не снимаю ничего сможете примерно сделать последствию вывод куда вам нужно копать так давайте еще найдем точку вот здесь . где резкий спад напряжения появился давайте возьмем вот здесь вот резкий спад напряжения посмотрим ну возьмем середину да вот тут это когда загорелась лампочка неисправность аккумулятора там есть я назад никак не идет короче левая торма колесо передняя тормозит значит гололед такой король со скоростью 20 километров в час человек добрался он был за городом аккумулятор у меня что-то начал гореть да видите аккумулятор горит давайте посмотрим что у нас здесь происходит у нас желаемое давление на до 1120 измеренная 1200 то есть к нам с получается больше воздуха чем нужно немножко поэтому нужно к этому приглядеться и уже ждать откуда при придут неисправности количество впрыскиваемого топлива у нас 1488 напряжение батареи стало 1259 сигнал оборотов у нас 1453 значит автомобиль двигался у него резко что-то случилось скорее всего это щетки потому что не может так отвалиться автомобиля состоянии покоя закрытой значит просадку аккумулятора не делал будем двигаться дальше заметьте еще такую вещь что бортовое напряжение сети не прямая линия видите она тоже скачет потом отдельно и посмотрим что у нас здесь получается здесь здесь у нас вот попал закроем здесь у нас ребятки давление надо желаемое 1700 измеренная 1846 но по всей видимости что где-то дырешка образовалась то есть это свист это не скрип турбина количество впрыском топлива увеличилась здесь несколько раз а напряжение батареи у нас 1210 вольт уже и при этом сигнал оборотов у нас 2249 так тут понятно 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 и к концу ездового цикла мы получили напряжение 1155 вольта оборотов 750 это холостые измеренная надува 1029 и желаемое 978 но это видно уже когда автомобиль приехал на место назначения так теперь мы попробуем расширить это дело фактическое время но на котором чисто на аккумуляторе ехали можем это где-то порядка 20 минут то есть водитель ехал чисто на есть немножко тормозит эта программа так теперь давайте посмотрим что мы хотим с вами посмотреть давайте с вами посмотрим не надув а давление в рампе и давление первичное низкое давление высокое давление вообще как работает впрыск непосредственный впрыск и так далее вы можете познакомиться с этим интернетом очень интересные видеоролики есть на отель system там такой дядечка рассказывает про это все очень грамотно на одном канале мы там спорили с одним человеком насчет отключения там по моему 2 или 3 цилиндра я уже не помню и как раз вот та версия которую мы говорим там что такого не может быть и что происходит именно так и что это вот заблуждение там насчет газов которые хитро проникают куда-то например на курсах для диагностов начинающих и для тех у кого каша в голове чтобы это все разложить по полочкам и отель сделал такие курсы ну скорее может быть даже это больше для покупки их не приборов но у нас это не интересует нас интересует полезная информация так теперь мы сигнал оборотов оставляем напряжением батареи оставляем клапан управления давления в топливной рампе берем надув убираем датчик положения педали акселератора нам не нужен вообще ток возьмем возьмем что мы еще давление давление возьмем игр тоже не будем брать то есть у нас раз два три 4 5 6 получается параметров давайте этот график посмотрим ты смотрите везде полезную информацию если вы хотите чему-то научиться читаете и закрепляете повторение мать учения так как говорится многие как бы привыкают к там разберитесь с единицами вот этими миллиметрами в кубе миллиграммами там за цикл предпрыском впрыском это мы ничего не будем сейчас рассматривать это разбирайтесь самостоятельно здесь видите не очень удобный такой график но все черным поэтому мы перейдем в другой режим где будет 6 графиков у нас то есть напряжение батареи 20 сколько тут у нас получилось 2210 где-то и смотрим такую вещь что например давление управлением давление в топливной рампе у нас график как бы симметричный зеркало то есть там где у нас ну процентом отношении допустим 31 26 процентов у нас 20 процентов совершенно обратно а сигнал оборотов у нас чем больше оборотов тем сильнее у нас давление получается то есть вот это интересные такие показатели давление нагрузки у нас ведь и уменьшается процентах 2026 повышается 20 уменьшается так что тут еще интересная рамка давления барах 673 понятно да видите графики симметричные зеркальные поменьше сделаем ну вот самое высокое давление возьмем посмотрим но это не самое наверное просто попасть не могу то есть две с половиной тысячи оборотов у нас получается ну то долго рисует вот что мне не нравится если два раза нажимаешь что выскакивает отдельная картинка на том графике который вы хотите посмотреть тут какой-то всплеск резким давайте сюда перейдем посередочке поставим где у нас максимальное давление на этом графике очень тормозит программа но просто не нужно выводить сразу кучу показаний на экран но вывести 12 у нас 6 выведена то есть на дохлым компьютеры которые вы будете делать диагностику скорее всего что там вы плеваться начнете поэтому мы говорим что эти вещи лучше рассматривать за чашечкой кофе или чая или я не знаю какого-то другого что у нас получается у нас получается тогда в основном управлением еще и сделаем мы попали и сделаем на то у довольно таки неплохо то считывает полтора мили и это вот и . разумею сладиров и то полтора ампера у нас получается клапан управления давление в топливной ралли у нас 25 и 7 до 25 и 7 полтора живите у нас немножко как бы запаздываем первых это полтора ампера клапан управления давление в топливной рамки у нас 25 и 7 25 и 7 ведь у нас немножко как бы запаздывает то есть ток на клапан подался а с работа срабатывает он немножко позже ну что любой клапан эта катушка и никогда она быстро не срабатывает ребят она всегда срабатывает позже естественно у нас управление давление в топливной рампе будет совпадать с графиком давления то есть это правильная работа вот нагрузка у нас уменьшилась при таких оборотах на 16 30 нас и грубо на 17 процентов а обороты у нас нормализовались 237 здесь показано что у нас давайте сюда до 237 и давление у нас 629 где у нас давление то а 629 бар то есть это немножко уже когда мы газонули у нас потом давление спал в момент газа у нас появилось давление где-то 1176 бар при этом ток у нас 14 ампера и начинается срабатывание клапаном регулирующим клапаном так обороты у нас 2700 но как бы я говорил что я не буду ехать с большими оборотами и позже объясню почему потому что если и возьмем другие параметры ток возьмем предварительно поданное давление возьмем и давление сигнал оборотов ну вот такой график возьмем и внизу у меня есть тут вот эти графики возьмем перейдем сюда ну вот будем ориентироваться по тому моменту как когда у нас загорелась лампочка неисправность аккумулятора и начала мигать и намегать начала то есть получается если она мигает значит какие-то всплески напряжения все-таки попадали в аккумулятор теперь здесь что у нас сигнал оборотов мы возьмем скажем какой-нибудь максимальный ну вот здесь вот здесь я вижу у нас ну какие-то стабильные обороты поддерживаются некоторое время то есть по такого рода графика вы можете понять как у вас показывает маф например сколько воздуха у вас потребляет как у вас значит сколько тратится топлива на это дело потому что эти графики они будут повторять себя если они не повторяют тогда уже конкретно будет ясно в чем беда куда лезть и чего копать и что там делать ну вот стабильно здесь водитель ехал тут возьмем этот участок 2000 оборотов не то ну вот этот участок возьмем стабильный где человек ехал посмотрим что у нас здесь получалось у нас получалось что у нас предварительно поданное давление в тнвд 227 бар а вот в рамке давления уже за тнвд 663 бар а обороты у нас 2000 оборотов давление ну грубо 700 в рамке давления низкая но и 7 ток управления клапаном где-то 1 ампер напряжение борта 1197 это когда уже у нас подсел генератор отключился короче от системы теперь посмотрим да да посмотрим то есть когда у нас еще значит аккумулятор заряжался у нас 14 3 вольта токторе у нас 976 меньше видите да давление у нас в рамке такой же оборотов у нас 1800 и давление у нас было ну предварительно подано три с половиной то есть все таки у нас что-то сифонит то есть после этого момента мы отдали машину ребятам они сняли генератор действительно щетки там были уставшие хотя всего лишь прошло три года но они приказали долго жить ну на генераторе сейчас уже в конце значит давление 3 бара где-то ну в цепи низкого давления теперь давайте загрузим вообще другую но у нас такое подозрение что мы не знаем точно что же у нас подглючивать то ли клапан регулирующий на тнвд то ли эти насосы подкачивающие то ли где-то и утечка идет потому что там кроме этих клапанов есть и другие клапаны это которых вы тоже можете почитать в интернете более подробно для себя поскольку возможно мы может плохо объясняем или еще как-то но мы даем толчка мы уже многократно говорили сюда ем пинка как размышления там уже сами на свое восприятие и тогда лечитесь чтобы закрепить эту информацию для себя настолько времени насколько хватит вам заниматься этой авто диагностикой сейчас мы будем рассматривать тот момент когда уже генератор ну починили все-таки поменяли и как бы ребята ничего не нашли то есть она стояла в тепле с полтыка завелась и уже когда она постояла день и ночь на морозе а снег у нас опять выпал и настали холода зима продолжается ура катаемся на лыжах опять она стала плохо заводится в нв вот этого должно быть такой момент что нажал значит включил замок зажигания что-то там погудела вы стартуете автомобиль сразу заводится буквально через полсекунды и так далее в данном случае автомобиль надо мучить то ли это давление топлива не дает не дают насосы то ли это сифонится где-то в обратку каким-то образом уходит обратно в бак так атмосферное давление мы убираем то нам не надо заданный расход убираем сначала рассмотрим параметры которые нас интересуют это возьмем напряжение батарея сейчас уже должно быть нормально предварительно поданное давление и давление в рейке сигнал оборотов возьмем и установка давления в грампе то сколько у нас получается но еще что-нибудь давайте возьмем охлаждайку возьмем то есть у нас получились вот такие графики все одинакового цвета но извините мы как бы не виноваты давайте их построим чтобы они стояли рядом и будем сравнить значит у нас напряжение батареи так и осталось как видите напряжение то зарядка идет не постоянно потому что если бы зарядка шла постоянно на аккумулятор то у нас было бы у нас было бы 14 11 это уже после ремонта здесь у нас ну скажем допустим когда у нас система отключается от зарядки возьмем поближе 1381 вообще интересный такой график надо будет его сохранить как-нибудь к нему вернуться то есть у нас давление в рампе 375 бар обороты у нас 1000 давлением предварительно поданная у нас 326 бар это ну более-менее нормальная температура охлаждайки на 67 градусов и так двигатель вы еще в стадии разогрева потому что у нас здесь видите температура растет не забываем что это дизель он разогревается в основном из заклапана игр мы следующем это сравним варианте давление у нас в рейке самой 370 бар как бы все нормально вот теперь мы с вами найдем где у нас большие обороты то есть получается так я даю обороты у меня повышается давление в рейке следственное должно повыситься 1 первоначальная подача то есть то есть она топливо не должно в обратку так быстро уходить а иначе у меня тнвд просто не накидает топлива в рейку с этим я думаю понятно да что такое двигатель на 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 игру а нагрузка как бы почему лучше смотреть автомобили под нагрузкой ездить так и делать логи потому что допустим вы какой-то переодолеваете препятствия вроде бы все классические хорошо автомобилю не хватает силы чтобы заехать допустим на горку поэтому делается по всем датчикам которые существуют мозги делают анализ и просто грубо говоря просто больше туда силы кида это сила это у нас смесь значит больше топки больше воздуха то есть вы жмете на газ и преодолеваете это препятствие не хотите разогнаться это тоже но представьте себе что вы ну не знаю что то мешаете допустим цемент какой-нибудь и он начинает густеть и вам нужно прилагать больше усилия к этому делу и это ну примерно то же самое если так разобраться хотя скорее всего что наоборот сначала сначала надо большое усилие а потом уже как по маслу пойдет ну может быть неудачный пример привел но неважно так что у нас здесь еще давайте посмотрим что у нас внизу то есть у нас давление почти как на холостых оборотов у нас получилось 752 видно это стоял где-то что у нас напряжение 1407 с исправными щетками здесь у нас давление предварительно 34 бара как бы все нормально тут ничего не могу охлаждайка у нас уже догналась до 73 градусов давайте возьмем еще дальше 74 75 градусов что у нас здесь мы видим с вами напряжение 1418 то есть аккумулятор заряжается сто процентов при этом генератор также свою энергию отдает в систему не только заряжает аккумулятор дальше у нас давление у нас уменьшилась обороты у нас 1395 и в рейке у нас 560 бар но видно это газовалась так что у нас здесь внизах ну вот здесь большой промежуток нижней давление 34 многие вообще поднимают давление первичное вообще там не знают до сумасшедших пределов тогда впрыск еще мощнее происходит современных двигателях на пьезо форсунках но ты как раз типа такого не происходит но там другая система уже применяется охлаждение потому что чем мощнее впрыск сильнее тем и взрыв сильнее будет когда это смесите воспламенится то есть фактически двигатель работает как на грани взрыва при этом вот эту верхнюю точку взрыва когда все разнесет нужно приглушить так давайте вернемся к следующему варианту вернемся назад и там уже другие посмотрим параметры какая там манипуляция происходила странная при считывании логи что записалось 3 обычно если вы сканер не будете вытаскивать то вас должен должен один записаться там не знаю на несколько часов это еще как бы я смотрю на хорошем компьютере и седьмом и видеть как медленно все это давайте всем давайте посмотрим показания 3 записи что здесь мы интересного найдем то есть во второй записи у нас как бы получалось что у нас все нормально автомобиля разогретый после ремонта туда-сюда и особо утечки первичного давления нет но во всяком случае это незаметно было бы были еще такие моменты когда запись велась при старте сейчас посмотрим смогли ли логи записаться или не смогли но при заводке автомобиля почему это вообще иногда хорошо смотреть логами потому что вы тогда увидите всю картину а так вам надо лазить отдельно по датчикам уже там своей голове рисовать эту картину чтобы определиться где ковыряться при этом как мы уже говорили постоянно смотрите схемы потому что там вы увидите такие узлы допустим которые вообще даже вам в голову не придут что там стоит это я имею ввиду который управляется или датчики считываются блоком управления двигателем и я не говорю о тех вещах которые вообще в схеме нет но они там есть их тоже надо учитывать так опять берем напряжение батареи предварительное давление давление в рамке сигнал оборотов охлаждайку возьмем можем было пережили взять сколько у нас 36 графиков получаются то есть мы с вами такие вещи берем которые практически не повторяются которые повторяются графики мы возьмем немножко попозже то есть это та же самая запись где у нас провал или значит автомобиль был остановлен до остановлен логи продолжали считываться то есть мы взяли с вами воздух атмосферное давление значит рамка давления установка давления в рамки давайте перейдем сюда но сейчас нас это не интересуется над больше интересует на них немножко а предварительно поданное давление и установка давления в рамке ну давайте этот уберем рамку давления уберем предварительно посмотрим давление и установленное давление что у нас здесь получается у нас здесь такой момент что ехали-ехали аккумулятор заряжался потом по всей видимости вот этот промежуток 1634 и 1245 значит водитель куда-то приехал закрыл автомобиль аккумулятор начал приходить свое исходное состояние 1223 1210 да то есть этот промежуток где человек чем-то занимался в этот промежуток температура у нас охлаждайки давайте все-таки добавим инфы не совсем понятно значит здесь у нас 1210 это этот период когда у нас аккумулятор аккумулятор оказывается очень хорошего недорогой падает напряжение на нем автомобиль у нас не едет автомобиль не реагирует правильно возможно что диагностическая функция не поддерживается ну вот спасибо что-то написал мне уже так здесь что у нас то есть он у нас считал как-то неправильно но нужно большое спасибо что у нас здесь у нас давление а предварительное давление а предварительное давление у нас 34 барона более-менее она скачет она скачет ребята давайте возьмем его нижнюю точку 285 при этом в рампе у нас 500 ну 486 бар температура 54 градуса но охлаждайки теперь возьмем останов давление естественного начинает падать падает она до 1 и 3 бар а а в рейке как бы топливо остается еще здесь у нас 1235 но почти аккумулятор теперь человек пришел и начинает завод у нас давление 221 то есть это недостаточное давление для того чтобы двигатель запустился при этом давление в рейке у нас 356 бар теперь возьмем момент когда у нас давление нагналось предварительное к четырем барам что у нас происходит у нас давление в рейке 348 температура значит аккумулятор начинают заряжаться идем дальше по всей видимости это масла не идет 36 нужно где-то к четырем чтобы давление было предварительно может быть показания еще врут давайте посмотрим у нас давление давление 348 баров 59 градусов 346 значит а когда мы ну вот движение было тогда у нас от 82 бара 14 и 11 295 предварилов к и так что прыгаешь ты все время и так все время примерно эти 444 давление 444 318 предварительно 340 335 здесь у нас один ну это видно автомобиль заглушился теперь здесь смотрим ну когда его заводили здесь у нас 1217 1727 2727 навряд ли автомобиль заведется ну возможно и заведется здесь пике у нас пике давайте глянем пике у нас 400 т40 бар давление 1 и 3 то есть давление с предварительной камеры тнвд лупится идет в рейку естественно но там уменьшается вот по идее там клапан должен прикрыться немножко пока здесь не будет нормальное давление которое сделает впрыск двигателю давайте смотрим здесь что у нас и в конце вот я помню там перегазовка была то есть мы газовали что у нас получалось 33 давление скажем вот здесь возьму давление 33 уже более-менее достаточно до для работы в рампе у нас 348 и вот здесь на пиках на пиках когда мы давим на газ сейчас я еще включу обороты сюда сигнал оборотов чтобы было понятно значит когда мы давим на газ у нас тысяча тысяча две найдем обороты где у нас большие тут 2000 оборотов попал то есть 696 у нас получается оборотов 2282 оборота 70 градусов охлаждайка зарядка идет 287 давление как бы у нас приседает если смотреть на ну на холостой ход то при оборотах 750 у меня давление предварительно 3 и 2 давление в рейке то есть когда я давлю на газ у меня тнвд начинает быстрее крутиться выдавливает всю топку в рейку естественно тогда мощнее впрыск под большим давлением получается у меня в цепи низкого давления падают и довольно таки существенно то есть получается что причина не ушлась с тем что заменили щетки на генераторе то есть как все было так и осталось и значит мы не можем найти что же у нас не работает то есть остается вот этот вариант который в предыдущем видео мы думали как проверить значит клапан тнвд здесь похоже он работает нормально а почему давление не поддерживается если допустим я буду на больших оборотах ехать у меня будет большая скорость то скажем при тысяче там 4000 оборотов у меня предварительное давление не сможет обеспечить тнвд чтобы создать это значит мощное давление то есть какой-то кратковременный момент я могу ехать и потом у меня будут перебои потому что тнвд неоткуда будет взять вот это предварительное давление чтобы разогнаться до большого давления я думаю понятно объясняю так что как работает клапан уже можно туда лезть и смотреть ну самое простое наверное сделать так что можно и осциллографом там болезнь посмотреть какой сигнал а с другой стороны можно и не осциллографом просто чем-то накачивать давлением первоначально в низкую цепь и перегибать обратки которые уходят тогда мы увидим откуда у нас кто виноват в этом деле если мы обратку пережмем допустим что она здесь получается у нас как бы картинка примерно ну одинаковая здесь у нас сейчас наложим друг на дружку но в бензиновых двигателях там еще немножко вообще попроще будет там будет очень много графиков совпадать коррекции сейчас он нарисуется мне значит мы взяли атмосферное давление измеренное давление надува клапан эгр у нас коричневый цвет угол опережения основного количества впрыска так это что у нас давайте по порядку начнем так это у нас давление надува у нас тысяча двенадцать бар атмосферное давление тысячу миллибар клапаны эгр у нас открыт на 63 процента но тоже не факт может быть показания диагностики тоже неверные и вы должны как-то ориентироваться поэтому нужно почитать почитать как работает двигатель познакомиться с этим чтобы иметь хотя бы какое-то элементарное представление так это у нас значит угол опережения зажигания минус 3 градуса так идем дальше идем на какой-нибудь где у нас воздуха больше всего ну вот я что-то вышел нашел смотрим атмосферное тысячу надо у нас добавилось так в предыдущем разговоре то есть да вначале мы говорили что у нас немножко передувает то есть откуда-то подсасывается воздух так клапан эгр у нас 68 и угол у нас в минус 08 ушел так теперь момент когда у нас ничего нету давайте смотреть что-то не меняется клапан эгр 6 процентов угол опережения 0 градусов то есть ничего у нас тут не работает так идем дальше здесь у нас эгр опять заработал минус 5 градусов угол опережения вот и мы хотели сказать что у нас за графики совпадают какие у нас графики совпадают здесь давайте уйдем в этот момент у нас здесь совпадают угол опережения количество впрыскиваемого топлива и надува ну естественно воздух и топливо они должны совпадать графики то есть потому что здесь коррекция видите переваливает за плюс должно перевалить то есть 2 и то есть 3 градуса грубо говоря угол опережения становится а так он идет в минусах в основном минус 5 и когда мы валим топку давим на газ ну чтобы было понятно я сейчас выведу сигнал оборотов сигнал оборотов при этом у нас тоже увеличивается то есть у нас получается сигнал оборотов атмосферная фигня у нас повторяет воздух у нас повторяет вот эти все впрыски то есть примерно должен быть одинаково график если график не одинаково и тогда уже нужно там думать что там с этим делом здесь максимально при оборотах две с чем-то у нас угол опережения уже идет положительную сторону вот такая интересная у нас такие осциллограммы у нас получились так что мы еще не смотрели с вами давайте поглядим ну то же самое касается и датчика положения педали я не буду его у заданного весовой расход воздуха давайте возьмем клапан эгр возьмем рейку не будем брать температуру посмотрим как температура влияет или что-то либо так что у нас здесь мы видим ну вот два графика повторять всегда себя как-то в том смысле что какая идет реакция на эти датчики то есть что у нас количество впрыскиваем топов сигнал оборота и расход воздуха расход воздуха у нас совпадает практически с углом опережения зажигания вот давайте возьмем максимальную температуру что у нас происходит здесь ну тут еще вот так вот что у нас здесь происходит у нас здесь происходит массовый расход воздуха 322 обороты 750 угол опережения минус 6 и температура охлаждайки 76 клапан эгр у нас 64 процента то есть он как бы открыт у нас получается полностью ну не полностью на 64 процента и атмосферное давление у нас 1000 бар то есть 1000 миллибар вот эти значения можете переводить там играться и стать вообще великим гуру я считаю если вот такие логи собирались бы ну автодиагностами то это было бы замечательно скажем лог с нормального автомобиля и слог с неисправного автомобиля тогда это было бы вообще для автодиагностов золотая жила так сказать можно было бы сразу посмотреть в чем дело сравнить эти логи и так далее и тому подобное ну а народ у нас собирает в основном ослограмму вот ну ослограмма тоже хорошая вещь но такого еще пока я не видел чтобы логи собирались автомобилей каким-то клубом а одному человеку это невозможно сделать но и время надо тратить на это поэтому вот есть такие моменты которые бы хотелось чтобы они в будущем как-то нам помогали ремонтировать автомобили определять неисправности не вскрывая ничего не лазя никуда и так далее и тому подобное так в основном диагноз нужно такую большую базу знаний иметь все время нужно тренироваться потому что богом ты не станешь в этом деле я вам даже скажу что многие чип-тюнингисты которые рисуют карты они не могут все знать они специалисты в своем в своей области потому что авто тема очень обширная такой бизнес если так можно назвать где очень много просто невозможно знать то есть каждым разом вы будете познавать что-то новое поэтому не думайте что мы такие вот самые умные там предлагаем вам что-то умнее постоянно учим мы ничего не предлагаем мы не учим просто объясняем то что есть на самом деле ту реальность которая перед которой вам будут которая вам будет встречаться и как вы уже там дальше будете с этим всем бороться находить решение это уже зависит от той базы возможностей которые вы получите изначально или будете получать каждый день тренируясь поэтому нужно использовать все возможности своего сканера схемы смотреть постоянно читать например и не делать стараться как можно делать поменьше глупости вкручивать не те свечки заливать не то масло и так далее и тому подобное на этом все здравия и богополучия вкручать и так далее